дорогие привет всем хорошего выходного и отлично сегодня провести время а я вам сегодня расскажу просто а супер новинки о красавчики по моему мнению я сейчас говорю о про плюс версии все остальные версии но так себе на любителя мне будет очень очень приятно если брат и подпишешься на этот канал если ты смотришь это видео и не подписан но подпишись пожалуйста по братски будет очень очень приятно лабы но и конечно в комментах давайте нашумим а челлендж небольшой в комментариях напиши какой у тебя смартфон чтобы было интересно узнать кто на чем сидит на данный момент компания on or после санкции надолго ушла в тень и вот они вернулись и вернулись прям очень и очень круто напомню что компания on or уже отделилась от хавай то есть по сути это отдельная компания и на нее не распространяется никакие санкции если у меня спросите а если там глобал очкам да друзья без проблем глобальная версия там присутствует и можно пользоваться в любой точке мира как это было раньше поэтому on or со всех точек зрения вернулся и для меня это конечно настоящий конкурент мимикс 4 но с одной только оговорочкой об этой оговорочке немного попозже в общем представили целых три смартфона он армейджик 3 он армейджик 3 pro и он армейджик 3 pro плюс и здесь очень большая разница а раньше у оноров было ну так скажем проблемы потому что там были кирины хотя там были и флагманские разные кирины но в целом у советского такого населения было небольшое недоверие к этим кирином потому что все понимали что снапы самые мощные все остальное так вот он армейджик 3 отличается премиальным дизайном но обратите внимание друзья на это дизайн и что вы скажете по этому поводу если говорить об обычной версии то мне задняя крышка не нравится друзья вот не нравится ничего не могу собой поделать может быть тебе нравится и это нормально у каждого есть свое мнение своя точка зрения и определенное отношение к дизайн мне задняя крышка вот никак не заходит а если говорить о следующих версиях то там прям все очень очень круто экран 6 67 дюймов изогнуты по бокам на 89 градусов это никоим образом не мешает им пользоваться ложных срабатываний как заявляет они нет поддерживается hdr 10 плюс смартфоны серии он армейджик 3 защищены от воды и пыли по стандарту айпи 68 и способные выдержать погружение под воду до полтора метров на 30 минут зачем это нужно в принципе не понятно я лично свой телефончик под воду никогда не бросаю и у меня нет такой привычки также новинки оснащены фирменной технологии обработки фотографии on our image engine на основе искусственного интеллекта конечно же on our magic 3 pro plus оснащен камерой с четырьмя модулями причем друзья первый датчик на 64 это монохром то есть черно-белая далее 50 мегапиксельный широкоугольный вот это прям вообще круто 64 сверх широкоугольная камера с углом обзора 126 градусов и 64 мегапикселя теле объектив если посчитать то в итоге получается примерно 240 мегапикселей то есть 240 миллионов пикселей в этом смартфоне учитывая все камеры он ры под заморочились и сделали умную систему записи звука потому что это одна из самых слабых сторон в некоторых смартфонах также при создании видео есть поддержка magic lock и возможность цветокоррекции видео по значениям level 3d лут по сути вы можете создавать профессиональное кино на этом смартфоне так заявляется аккумуляторы 4600 миллиампер час ни много ни мало быстрая зарядка конечно же присутствует что свойственно флагманом 66 ватт супер чардж и беспроводная зарядка honor супер чардж wireless мощностью 50 ватт про версии плюсовая версия также поддерживает функцию обратной зарядки honor magic 3 представлен помимо белого и черного в двух уникальных оттенках сумеречный синий и розовый рассвет рекомендованная цена 899 евро но друзья забегая вперед цены в китае гораздо дешевле наверное сейчас сидишь так и думаешь это почему ты не говоришь о самой главной проблеме этого смартфона да друзья есть проблемка если вы обратили внимание на экран то камера двойная врезанная в левый верхний угол смотрится ну просто отвратительно если камера одна это маленькая точка еще но не всегда бывает заметно но здесь просто какая-то полосище сверху это конечно не очень камильфо не знаю почему он и пошли на этот шаг все сейчас идут уже в другую сторону либо совсем крошечные капельки либо вообще отсутствие фронтальной камеры да здесь наверное это самый большой и очевидный минус этого смартфона как по мне если нет то пиши тоже в комментариях проблема нагрева тоже была озвучена и honor magic 3 стали первыми в мире смартфонами со сверх проводящим гексагональным графеном в системе охлаждения его теплопроводимость на 50 процентов выше чем у обычного графена но вот такая вот заявочка то есть смысл в том что современные смартфоны идут в сторону охлаждения да это действительно очень важно потому что смартфоны становятся быстрыми мощными но в то же время они сильно греются и если физические вентиляторы стоят еще не на каждом смартфоне а только на исключительных то вот а система охлаждения должна быть действительно очень-очень хорошая для того чтобы решать эту проблему вон армейджик 3 основная камера от компании sony и микс 766 разрешение 50 мегапикселей второй датчик монохром на 64 и 3 13 мегапикселей сверх ширик если говорить о про версии там по сути все то же самое но плюсом добавлен еще теле объектив но и отдельно хочется поговорить про про плюс версию это самый мощный смартфон авиакомпании на данный момент по дизайну но задняя крышка мне здесь уже нравится больше она гораздо брутальнее и вот этот круг не сильно раздражает это конечно не круг а шестиугольник но в целом смотрится очень как-то интересно по-новому и задняя крышка не такая уж плохая как казалось изначально здесь тоже присутствует керамика с лазерной отделкой и по бокам он сильно изогнут ну а четверная камера этого смартфона одна из самых мощных я уже говорил что здесь четыре датчика три по 64 и 1 на 50 просто друзья какой-то завал по датчикам перечислю широкий угол sony mx 700 на 50 мегапикселей оптическая стабилизация присутствует монохром на 64 далее сверх ширик на 64 и телевик тоже на 64 мегапикселей трех с половиной кратное приближение оптический зум с оптической стабилизации вам гарантированно а если вы мне спросите что там по поводу оболочки то здесь мэй джеки уай пятого поколения android 11 как я уже сказал тут будет присутствовать global очка но если цены в европе просто какие-то зашкварные по 1500 евро за штуку если говорить о самой максимальной версии то в китае все конечно гораздо веселее и так он раме джек 3 710 долларов за версию 8 128 если вы хотите взять 8 256 то в принципе ценники неплохие адекватность за все что есть в этом смартфоне если говорить уже о про версии то 926 долларов за версию 8 256 если говорить о самой максимальной версии он раме джек 3 про плюс то вы должны отстегнуть за нее 1254 доллара за версию 12 512 то есть это по сути максимальная версия для этого смартфона и так какие выводы по поводу этих смартфонов получились они интересными наверное у компании onr это лучшие смартфоны и лучше по сути произведения во флагманском сегменте за все время потому что флагманские отличные процессоры по сути камеры топовые по дизайну они шагнули немножко вперед хотя некоторые моменты очень спорный и многие с этим согласятся но самая большая проблема это конечно же врезанная камера в экран мне кажется для этого года вообще не камель фо смотрится не очень хорошо если ценники и в принципе достойны если ведь его 700 долларов за за штуку то максимальная версия стоит по мне достаточно дороговато нужно по ценникам им двигаться и тогда у компании он не будет никаких проблем друзья с вами был я и скраббер всем хорошего настроения респект уважуха еще раз повторяюсь подписывайтесь на этот канал всем пока пока